привет дорогие друзья ну что я должен сразу же предупредить что кому не интересно про то как загонять всяких протухших свиней в пятый угол тот может не смотреть то а кому интересно но кто не в курсе ситуации с фейгеном тот должен отправиться и смотреть предыдущие серии а я думаю даже что я их пронумерую чтобы это уже как многосерийка интересная типа санта барбаре вот то надо там 26 серия потому что кто-то смотрит 27 что-то думает я это упустил надо смотреть 26 я отвечаю вам я их пронумерую да но сначала перед тем как перейти к феерии да очень серьезно я серьезно обращаюсь марку захаровичу фейгену российскому адвокату проживающему в москве и прошу его прекратить в очередной раз прошу прекратить клевету в мой адрес марк захарович фейген я официально извещаю вас официально через свой канал о том что на меня не открыто никаких уголовных дел ни в одной стране евросоюза марк захарович фейген пожалуйста если вам надо в этом удостовериться вы можете связаться со мной лучше всего связаться с моим адвокатом сталина гуревич однозначно марк захарович фейген вы знаете как связаться для того чтобы она вам предоставила документы о том что отсутствует какое-либо преследование меня на территории евросоюза марк захарович фейген я очень прошу вас остановиться и прекратить свою клевету много раз вам это говорил вы это сами знали когда вы приехали в нидерланды вас выгнали из полицейского участка но я еще раз вам обращаюсь в очередной раз обращаюсь почему вы наверно догадались почему да я вас известил нет ничего вы клевещете намеренно вы клевещете знаю что это не так ну а теперь я вам покажу как марк захарович фейген анонсировал суд потому что я вам напоминаю что 20 апреля состоится я так и надеюсь что оно состоится судебное заседание апелляционное то есть что произошло для тех кто к нам только присоединился марк захарович сделать заявление определенный проиграл суд мне но он посчитал нужным подать и на апелляцию апелляцию как будто бы он что-то принесет таки доказывающее то что на меня есть где-то уголовное преследование территории евросоюза по этой грязной статье 20 апреля должно состояться это заседание я очень надеюсь что марк захарович не поломает ногу себе не подскользнется нигде нигде у него не заглохнет машина что на самом деле он не заболеть начнет чихать что он на самом деле просто как настоящий мужчина да придет в суд и подтвердит наконец-то свои слова 20 апреля красный день календаря для некоторых людей он должен этого не забыть я знаю друзья что вы у него все заблокированы он блокирует все даже тех кто просто напомнит что у него суд не забудьте марк захарович но он всех блокирует но я уверен что до него эта информация дойдет 20 апреля не забудьте суд суд приходите в суд приходите я покажу как он это анонсировал и так дополнительно сообщаю что новое видео сестры голландского педофиля педофила ждите но не дождались сожалению нотариальное заявление протокола елены манченко того самого места скоро сестра сама все расскажет но не рассказала к сожалению незаконное решение хамовнического суда удовлетворившие иск шария будет обжалована апелляционное рассмотрение пройдет совсем иначе это все время он вот анонсирует понимаете что он анонсирует то что состоится уже через два дня вы просто в голове себе это держите я устрою шумный политический процесс фейген против кремля и его суда через два дня всего но он может устроить настоящий шумный политический процесс и так долгожданный тизер елены манченко шари про братика ждите фильм не дождались я разжимаю зубы только на трупе вы поймите я сразу объясню что у него-то основная публика которое поглощает этот шлак это шаровары шаровары с протертыми там на жопе этими шароварами в общем такие засаленные такие кожухи и вот они это читают и постоянно ждут он постоянно обещает скоро ждите на следующей неделе ждите уже скоро финал шарию конец и те всегда чекай ему дяку ему стонут ну никак не могут дождаться уже многие начали догадываться месяца четыре назад, что что-то прибрехивает вроде бы как. Но читаем дальше анонсирование. Да, так и все остальное соответствует действительности. В апелляции будет феерия. Ждем феерию. И дождать осталось совсем недолго. Я получил согласие Елены Монченко, сестры Шария, при езде на суд. Призываю СМИ освещать процесс. СМИ обязательно освещайте. Она выступит в суде с рассказом о Шарии и подаче заявления по педофилии. Ведите трансляцию. Обязательно введите трансляцию. Не забудьте вести трансляцию. Мы по-любому будем вести оттуда трансляцию. Потому что Марк Захарович же попросил. 20 апреля, Марк Захарович, не забудь. Елена Монченко, которая приедет из Нидерландов вместе с младшей дочерью на суд по апелляции в Москве. Посетит также СКРФ, где даст показания. Не дала показания. Сегодня разговаривал с Еленой Монченко. Уже очень скоро ждем ее в России вместе с младшей дочерью. Надеюсь, будет поставлена точка во всей этой Санте-Барбаре. Да. И последнее. Уже очень скоро в Москву прилетит сестра Шария. Это будет непередаваемый трэш. Буду подробно все освещать. Обязательно освещать. Дорогие френды, прошу вас еще раз об продолжении ретвитнити интервью Елены Монченко. Фу. 2 апреля она приедет на суд давать показания. Перенесли суд на 20 апреля. Поэтому она должна приехать 20 апреля. Очень сильно ждем. Хочу предупредить Шария. Передайте ему. А то педоэксперт меня забанил. Это ложь. Он не явится в СК. То следующее я привезу в Москву его несовершеннолетнюю племянницу Марису. Ей есть что рассказать. Привет ему от нее. Она может передать привет сама 20 апреля. Мар Захарович Фегин пообещал вот это вот все. Наворотил. Все. Скоро приеду. Скоро привезу. Давайте ему напомним. Обязательно. Он должен принять. Конец надо уже чтобы наступил в этой Санта-Барбаре. Ну на самом деле. Ну что это такое. Надо прекращать. Это как женщина преклонных лет постоянно в Твиттере мне угрожать. Постоянно писать какие-то доносы на меня. Он забыл уже по-моему с чего все началось. Всего-навсего. Приходишь в суд и обосновываешь свое утверждение. Все свободен. Вали. Молодец. Считай что ты выиграл. Идешь и всем рассказываешь им шароваром. Я выиграл. Все. Приходишь в суд 20 апреля. Не забудь. А теперь переходим к главному. Вы знаете вот эту вот женщину он везде таскал таскал с собой как бы он везде прикрывался ее именем. Он что-то рассказывал 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 от ее имени. Он же в Киеве написал заявление и все. И я говорил я ведь предупреждал предупреждал вполне спокойно что никогда не стоит связываться с адвокатом который в основном свои дела проигрывает. Ну это плохая какая-то плохая примета. Вот просто вот говорят плохая примета знаете. Потому что я слышал что вот по России и Украине я просто слышал это что вот когда говорят плохой адвокат и сразу же фамилию называют. Не знаю почему так получилось не знаю. Но вот такое сложилось впечатление вроде бы как вроде еще после пуссирайт после всех вот этих как они там некоторые пожизненное получали это такое знаете. В общем я же предупреждал нормально и спокойно предупреждал. А мне видно не поверили. 1 апреля было открыто уголовное дело в Киеве. И хоть день такой шуточный вроде бы как. Но дело абсолютно не шуточное. И вот эта вот повестка которая сегодня была отнесена Манченко Елене Анатольевне и за нее расписались приняли эту повестку. Приняла как я понимаю мама Олены Анатольевны. Да. На Олену Анатольевну теперь дело открыто в Киеве. Елене Анатольевне должна дать показания. Я очень прошу ее адвокатов не бросать ее в такой сложной ситуации. Обязательно выделить кого-то чтобы этот кто-то нашел Олену Анатольевну чтобы она дала наконец показания. Преступление должно быть раскрыто. Должно быть обязательно раскрыто. Не может же такого быть чтобы адвокат взял и бросил человека которым грубо говоря попользовался. Знаете попользовался везде поприкрывался и бросил. Я ей не верю. Не может такого случиться. Конечно же, Елена Манченко, для нее лучше всего, конечно же, сейчас сделать заявление о том, что ее просто сбили с толку. Адвокат использовал ее там всякие заявления без ее ведома и так далее. Вот это для нее, конечно же, выход сейчас. Но есть и другой выход. Вообще не появляться в Украине, правильно? Потому что в Украине будет оформлен привод. А потом я слышал, что вроде бы как могут в розыск подать, да? Если не будет выходить на связь. И остаться в Голландии. Но вот тут такая проблема, как бы я не хотел раньше говорить. На Елену Манченко полетело заявление, что в прокуратуре Нидерландов и тоже в этом моменте, вот на этом сложном, сложном моменте нельзя, чтобы адвокат ее бросал. Адвокат должен вылететь срочно туда и объяснить там на месте, прямо в Голландии, о том, что вот там есть у них дело на Шире, они просто не могут его найти. Помочь им, помочь разобраться, но не бросать Елену Манченко, потому что для нее, как я слышал, вроде как это может очень плохо все закончиться. Ну а самую, самую вкусную конфетку я преподнесу для этой женщины, которая решила связать свою судьбу с данным прекрасным адвокатом, я его считаю прекрасным адвокатом, я скажу где-то там дня через два. Дня через два мы покажем, что такое Голландский суд. Да, Голландский суд. Голландский суд не украинский суд. Нет, Елена Манченко, наверное, это прекрасно знает, но узнает еще лучше, потому что мы подали в суд. Прямо в Королевстве Нидерланды, где по заявлению Марка Захаровича меня разыскивают, мы подали в суд. И вот это как бы да, это проблема. Хотя для Марка Захаровича, я уверен, не проблема. Он сам может вылететь, да защищать ее в Голландском суде или нанять адвокатов. Они там очень дешевые. Час 250 евро. Я думаю, это чепуха на самом деле для такого серьезного адвоката, как Марк Захарович Фейгин. Опять-таки, у Елены Манченко есть два варианта. Первый вариант сказать, что она психически нездоровый человек. И вот так вот просто вышло. А второй вариант сказать, что ее подбил на совершение преступлений Марк Захарович Фейгин. Там есть один нюанс, я сразу сообщу. Есть один нюанс такой в голландском правосудии, да. Клевета на органы правопорядка. Вот. На государственные органы. И вот это очень нехорошо. Нехорошо. Там такие заявления были. Компьютер заблокирован полицией. Полиция изъяла компьютер. Полиция общается с изнасилованными там ширьем детьми. Это все очень серьезно. Насколько серьезно, опять-таки, сообщу дня через два. Мне интересно, сколько раз Елена Манченко пожалеет о том, что связалась с Марком Захаровичем Фейгином. Хорошего всем вечера. Хорошего утра. Хорошей ночи. Крепкого сна, вы знаете. И 20 апреля, Марк Захарович. Не забывай, пожалуйста. А через пару дней будет большая вкусная конфетка. Муа!